Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Добров и очередная партия Тура, очередная партия Дня. Сегодня нас порадовал Даня Дубов и, безусловно, мы сразу же готовы поделиться этим достижением. Итак, сегодня Даня играл в Беломе против Винсента Кеймера, молодого шахматиста. Ну, был разыгран вариант защиты Каракан, классический вариант с ходом Е5 и, безусловно, оба соперника были хорошо подготовлены. Вопрос лишь заключался в том, как далеко простираются анализы. Итак, слон Е2, С5, вторая опция за черных это ход КНД7, слон Е3, ферзь Б6. То есть черные идут на один из самых острых вариантов, который, в общем-то, носит именно форсированный характер. Белый играет КНЦ3, КНЦ6, брокировка, ферзь Б2. Все это встречалось много-много раз. Ферзь Е1. И после ЦД взятие на Д4, слон Б4, КНБ5. Опять-таки, все это игралось. Слон А5, ладья Б1, ферзь С2. Ферзь вернулся на Б2. И, в общем-то, после хода КНЕ А4 возникает одна из самых таких классических, критических позиций варианта. Меняются ферзи. Уходит слон обратно на А5, защищаясь от хода КНЦ7. Белый заходит на Д6 и после хода КНЕ7 забирает пешку на Б7. Здесь партии уже стало гораздо меньше, но, тем не менее, все это еще встречалось. И тут была у черных развилка между ходами слон Б6 и ходом слон Д8. Один из главных специалистов по защите каракан, во всяком случае, который постоянно защищает этот вариант за черных, является Иван Розум, который представляет, как я помню, берега Невы. И одна из последних партий, которая была сыграна, как раз-таки была сыграна ходом слон Д8, после чего белые забирали на Д8. Опять-таки играли ладья Д1. Ладья подключается через четвертый ряд, опять-таки подготавливает этот вот ход КНЦ4, то есть пользуясь рентгеном. И здесь Иван пробовал играть КНЦ6, вот такой вот вариант существует, и после хода КНЦ4 подрывал центр ходом Ф6. Позиция, опять-таки, форсирована, это все компьютерные анализы, и вот как раз-таки о чем мы и говорили. То есть во всех форсированных вариантах надо помнить все досконально. Поэтому во многих вариантах для белых, особенно в подобных типах позиций, игра устраивает, потому что один ход налево-направо от черных, и у них становится тяжелая ситуация. Поэтому думаю, что Даня целенаправленно, конечно, шел на эту позицию. Ну и здесь вот так вот была разыграна партия Ивана Розума против Алексея Сараны. Алексей играл белыми, черные решили поменять слонов. Ну и вот после взятия на Ж4 здесь возникала сложная позиция, где белые могут пойти как АНЦ3, так и сделать ход, как я помню, ход КНЦ5. Но АНЦ3 чуть более точно, потому как отгоняется КНЦ на А6 в этом случае. И вот такая вот ситуация могла возникнуть. Но партия завершилась в ничью, тем не менее оценка позиции достаточно сложная, как бы в пользу белых скорее. Но мы видим, что номинально у черных все-таки лишняя пешка, и инициатива, безусловно, присутствует. Однако компьютер черными эту позицию защищает. Сказать сложно, есть ли у белых большой перевес, или вообще есть ли перевес. Но тем не менее, после ЛАДиа Д3 садил ЛАДиа С3. В общем-то, есть тут определенные мотивы. Итак, вернемся теперь к партии. В партии Кеймер первым же ходом осуществил серьезную неточность. И, по сути дела, партия очень быстро завершилась, потому как после хода ЛАДиа Б8 ход оказался просто-напросто неудачным. Белые подключают коня на С4 и готовы врываться на Д6. Также в некоторых вариантах гонь может располагаться и на А5. Ну и, в общем-то, здесь после хода Ж5 позиция стала для черных весьма скверной. Необходимо было все-таки играть конь Е7, но в этом случае после хода конь Д6, скажем, слон Ж6, белые, продолжая либо ЛАДиа С3, либо, быть может, ЛАДиа С5, пытались бы пристать к пешке А7. Также готовы были сдвоиться по линии С, врываться на седьмой ряд. Ну, в общем-то, инициатива, безусловно, серьезная, потому как черным очень сложно предпринять какие-то активные действия. То есть им нужно думать о том, как выбить коня с Д6, коном конь Ф5. За это время белые успевают захватить определенные преимущества. Ну, сказать сложно, потому что, безусловно, для того, чтобы давать четкие анализы подобных компьютерных, именно форсированных вариантов, нужно с ними быть очень хорошо знакомым и, по сути дела, демонстрировать вам то, что говорит компьютер. Ну, так или иначе, сыгранного так не было, и, как говорят ошибки, а точнее неточности, ходят парами. И, в общем-то, после такого поверхностного хода ЛАДиа Б8 последовал не менее поверхностный ход Ж5, и Ж5 уже, по сути дела, позицию приговорила к тому, что она стала совсем тяжелой. Белые сыграли конь Д6, напали на Ф7, слон возвращается на Ж6. То есть я полагаю, что Кеймер хотел успеть пойти Ф6, не дать сыграть белым Ф4. То есть в этом идее была хода Ж5, но это слишком медленно, и теперь буквально полтемпа везде не хватает. Ну, и здесь вот такая критическая позиция возникла, где Даня сделал ход ЛАДиа Д4. Ход весьма интересный, то есть ЛАДиа теперь направляется на А4, нападает на пешку А7. Если все удастся, то партия завершится. Также был весьма интересный ход слона А6, который позволял захватить инициативу с другого фронта. Конь Е7, допустим, и белые играют просто А4, доминируя на всей доске. Например, допустим, конь Ф5, конь Б5. Вот такая вот уникальная стойка. То есть мы видим, что ЛАДиа теперь привязана к восьмому ряду. То есть вот в этом идее хода слона А6. И, по сути дела, все плохо грозит ЛАДиа Ц7. Также при случае белые хотят просто откусить на А7, и поэтому все достаточно скверно. Тем не менее, черные могли как-то здесь еще покрутиться. То есть это ход Ф6. В этом случае белые либо играли бы ЛАДиа Ц6, добираясь до пешки Е6. В последствии терялась бы, скорее всего, и пешка Д5. Но это вот лишь какие-то такие вот зарисовки, опять-таки, которые могли в партии возникнуть. Ну и здесь у белых лишняя пешка просто. И, конечно же, не сказать, что прям техническая позиция, но, в общем-то, у них большой перевес. Он даже не обсуждается. Так, возвращаемся к партии. И вот в партии последовал, после хода ЛАДиа Ц4, последовал ход Конь Е7. Конь направляется на Ф5, и, в общем-то, Даня сыграл Ж4, что, в общем-то, естественно и натурально. То есть одновременно создает и форточку, и парирует эту идею хода Конь Ф5. Однако все же ЛАДиа А4 было гораздо более жестко. И в этом случае черная играя Конь С8, например, получали все-таки позицию опасную. Белые играют Конь Б5. То есть, естественно, они не торопятся убрать на С8. Но в этом случае у черных мы видим, что с планами беда, потому что черный король все равно не двигается. Сказать что-то полезное для черных предложить непросто. Ну, не знаю, может быть, у них ход ЛАДиа Ф8. В этом случае как раз-таки белые могут полакомиться либо, опять-таки, ходом Ж4, который, в общем-то, и был в партии. Либо, быть может, просто вернуться Конь на Д4, нападая на вилку С6. В общем-то, позиция скверная для черных, потому что как такового плана для разгрузки, для раскрутки нету. И в этом случае белые, возможно, ставили больше вопросов. Ну, после Ж4, то есть, позиция все равно у черных нехороша. Однако вот им нужно было сейчас поднимать странный, страшный, даже бы сказал, ход Ф6. И в этом случае идея его в том, что после хода ЕВ черные успевают осуществить вот такой вот трюк. По-другому не скажешь. По-судил и кульбит. ЕВ, король Д7. И здесь в белом уже нужно проявить аккуратность. Висит Конь. Центральные пешки весьма солидные. И вот опора пропадает. То есть, приходится возвращаться на Б5. В этом случае черный Конь занимает прекрасную позицию на С6. И пешки уже начинают в какой-то момент свое движение. Так что здесь вот был момент для Ф6. В этом случае белым стоило отправить ладью на А4. Ну, и здесь нет времени, конечно. Но Ф есть за ладью А7. По седьмому ряду просто белый заходит. И партия завершается. Но, однако, однако есть ход Конь Ц8 разгрузочный. И опять-таки мы видим, что черные создали вот этот вот момент для раскрутки своей позиции. Ну, в этом случае могли бы вы сыграть ладья А8, разменяться. Ну, и здесь, пожалуй, после ЕФ ладья А8 все же позиция можно оценить как равную. Более того, черные пешки здесь тоже весьма солидно себя чувствуют. Вот такой был момент для черных, по сути дела, который последний был в партии. Но Кеймер сыграл ладья А6. Это, по сути дела, была капитуляция, потому как теперь упаковка следует. Слон Б5. То есть не дали пойти Конь Ц6. На А6 следует отличный ход ладья А4. То есть, возможно, Кеймер пропустил именно этот трюк. Но здесь, как говорится, уже говорить не о чем. Мы видим, что все фигуры черных не играют. Нет ни одной идеи. Не успевают ни Ф6, ни А5. То есть никаких других взятий нет. Соответственно, после хода слон Б5 еще последовало, как говорят ладья Б8. То есть он признал свою ошибку, но в тяжелой позиции так часто случается. И ладья заходит на А4. И вот эта вот симфония, можно сказать, орхестр здесь сыграл, как говорится, каждая, как говорится, по нотам. Все по нотам разыграно. Получилось так. Конь Ц8. И следует несложная тактика. Ладья Б7 угрожает мат в один ход. Ладья Ц7. Съем ладьи произошел. Грозит мат. И на Ф6 опять-таки предложение размена. И точный ход. Ладья Ц6, угрожающий Конь Ц8. Здесь Кеймер признал собственное поражение. Россия ликует. Даня Дубов наконец-то набирает заслуженную победу. И, безусловно, ждем, как он дальше, сможет ли он вернуться в борьбу. Быть может, все-таки накатит на финише и ворвется, быть может, даже на пьедестал почет. Ну что ж, друзья, вот такая вот интересная партия. Безусловно, здесь было очень много таких вот тонкостей. Я по горячим следам попытался хоть что-то для вас донести. Надеюсь, было что-то полезное. Всем хорошего вечера. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok